Абсолютный чемпионат по якутскому масс-рестлингу среди мужчин и женщин во второй раз прошел в Америке. В городе Коламбус, штат Огайо, в рамках Всемирного фестиваля Арнольд Классик. В этот раз наши спортсмены не взобрались на высшую ступень пьедестала, но заняли призовые места. Подробнее в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Чемпионат проходил на протяжении четырех дней, со 2 марта. В нем приняли участие 18 мужчин и 4 женщины. Спортсмены прибыли из 9 стран мира. По словам представителей якутской делегации, такое количество объясняется визовыми проблемами. Из-за них многие спортсмены просто не смогли попасть на соревнования. Предварительно заявки на участие подали 52 спортсмена. И нам очень отрадно, что вот фестиваль, в котором Всемирном фестивале Арнольд Классик, включен наш вид спорта масс-рестлинг, и уже не первый раз проводятся такие соревнования в рамках фестиваля. С каждым годом организация все улучшается. Несмотря на то, что на счету наших спортсменов нет золота, они все же вернулись не с пустыми руками. В финале звезд Кожая из Грузии одолел нашего спортсмена Виктора Калебчака. Именно Виктору на стадии полуфинала уступил другой наш спортсмен Сергей Фролкин. С Харатки я встретился с Венгром, выиграл. Во второй тоже представительном Венгрии. В третьих кругу я встретил США Джейков Фейнерти, который боролся Анатолий Байшев на чемпионате мира. 2-1 выиграл Байшев, я 2-0 выиграл. Потом я встретился с Виктором Калебопчаком. Среди женщин Туяра Орлова завоевала серебряную медаль. Золото досталось спортсменке из Успекистана Олесе Гузеевой. По-моему, хотелось бы, конечно, получше участвовать. Но ничего, как бы в первый раз Америка как бы с комом вышла. Надеюсь, в следующем году более повезет и более уверенно выступлю. По словам наших спортсменов, масс-рестлинг как вид спорта очень заинтересовал основателя фестиваля Арнольд Классик Арнольда Шварценеггера. Включили там ему памятные статуэтки, маджины, да, которые с палкой. И пришлось ему вручать с помоста. Но сам Арнольд очень обрадовался, говорил большое спасибо, что вид этот такой динамичный. Он в прошлом году тоже был. И приходил, сел на помост и делал селфи, снимал себя на видео. Масс-рестлинг не собирается стоять на месте. Америка – это лишь один из континентов, на котором проходит фестиваль. В планах распространить масс-рестлинг и по другим континентам. Тогда конкуренция на помосте станет острее, а схватки еще более захватывающими. Юрий Осипов, Нергуяна Егорова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова